Друзья, всем привет! Рада видеть всех тех, кто придет, а также рада приветствовать тех, кто будет смотреть этот эфир в записи. Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга Вагонова. Я оперная певица. А еще я лауреат международных конкурсов, я работала во многих концертных организациях. И сегодня моя основная деятельность – это педагогика. Причем, если раньше я концентрировалась на профессионалах и работала в стенах колледжа, институтов, то сегодня я нашла еще один способ преподавания. И сегодня моя целевая аудитория – это обыкновенные люди, которые просто очень хотят петь. Именно поэтому я считаю, что тема нашего сегодняшнего эфира, а именно вокальные мифы, очень актуальна. Потому что вы даже не представляете, как ваши негативные убеждения, как ваши какие-то неправильные мысли о пении, о том, что можно и что нельзя, влияют на, ну, в общем-то, на ваше развитие, на ваше мастерство и просто на способность петь. Прежде чем я буду приступать к основной теме, хотелось бы сказать несколько слов о нашем конкурсе. Собственно, мы собрались в аккаунте нашего замечательного конкурса, который сегодня проходит под эгидой «Мелодия весны». И мы ждем от вас, соответственно, таких же песен с тематикой, в которых могут быть женщины, любовь, цветы, что-то такое весеннее, как классический, так и эстрадный репертуар. Да, вы знаете, что мы рады слышать вас все. И я особенно обращаю внимание на тематику, потому что, к сожалению, в новогодних мелодиях нам пару участников пришлось дисквалифицировать и снять у них баллы за то, что их песни не соответствуют тематике. Поэтому будьте внимательны. Еще хочу сказать, что этот конкурс мы создавали ради того, чтобы все люди, все обыкновенные люди, профессионалы могли объединяться и могли друг перед другом выступать. А мы их будем оценивать. А мы – это профессиональные жюри, профессиональные музыканты, арт-терапевты, профессиональные актеры. Мы все работаем по специальностям, у нас у всех есть большой опыт, поэтому мы считаем, что мы можем давать конкретные рекомендации. И хочу отметить, что у нас очень интерактивный конкурс. Мы все с вами общаемся и отвечаем на ваши вопросы. Итак, пойдемте к нашей теме. Что такое вокальные мифы? Как я уже сказала чуть раньше, вокальные мифы, они безумно влияют на то, как вы, как начинающий певец, а может быть, певец, который много лет занимается, но почему-то не имеет, скажем, квантовых скачков в своем развитии, они вас действительно стопорят. И я условно разделила вокальные мифы, на несколько блоков. И сегодня мы поговорим о мифах, связанных с физиологией голоса, а именно о том, что у меня его нету, что таланта у меня тоже нету, и слух у меня тоже не сформировался в детстве. Следующий блок будет посвящен дыханию. Дыхание – это просто кладезь всяких мифов, даже среди профессионалов. Дальше расскажу об этом подробнее. Блог про жизнь. Что такое жизнь? Я имею в виду, как человек, артист, как певец должен жить. Чем он занимается? Да, спорт, правильное питание. Ну, кстати, об этом будет отдельный блок. Секс, может быть, какие-то профилактики, какие-то там заболевания профессиональных вы будете проводить. Про все про это мы проговорим в блоке про жизнь. И будет блок заключительный про обучение. Не все так однозначно, не все так понятно. Буквально вчера в своем личном профессиональном аккаунте я разместила опросы, да, и просила людей отвечать очень просто. Либо да, либо нет. И, к сожалению, ну или даже просто у меня в блоге много профессиональных музыкантов. И как бы их ответы очень разнились. Хотя я считала, что мы должны отвечать примерно все одинаково, потому что, в общем-то, по одним и тем же книгам мы учимся. Но нет. Поэтому такая сумятица и путаница в вокальном образовании, она действительно существует. И сегодня я постараюсь как-то проникнуть в нее, да, не написать просто вам 10 пунктов, почему это вокальный миф или не вокальный, как-то его разбить, а просто подумать вместе с вами, поразмышлять. Возможно, вы будете присоединяться и задавать какие-то вопросы. Вот. И еще будет немножко расскажу про те вопросы, которые мне иногда задают, которые мне показались наиболее забавными. Но если хватит времени, конечно. Итак, поехали. Физиология голоса. А именно, у меня его нет. У меня нет голоса. Ответила, ну, большая часть, да. Да, допустим, у меня примерно человек 50 участвовал в этом голосовании, то есть человек 28 ответил, что у них голоса нет. Это очень удивительно, потому что, как я знаю, у меня слушающие и говорящие люди. А голоса нет буквально только у того, у кого есть какая-то проблема со связками, да, то есть у людей немых. У всех остальных людей голос есть. Голос слабый или сильный, громкий, песклявый, визжащий, там, шептуны, но тем не менее голос есть. Если голос есть, голос образуется в результате чего? В результате смыкания голосовых связок. То есть существует много способов этот голос улучшить, этот голос натренировать. Обратите внимание, натренировать не голосовые связки, головы или голосовые складки, как их называют в учебной литературе. Дело все в том, что голосовые складки – это очень нежный инструмент, и его мы смыкаем мягко. А вот что мы будем тренировать? Ну, про это подробнее я могу вам рассказать, если вам интересно, либо давайте на уроки вокала. То есть, ну и дальше мы будем говорить тоже про дыхание, я коснусь этого вопроса. То есть, фактически, утверждение, что у меня нет голоса, поэтому я не могу петь, не имеет под собой никакой почвы. И я считаю, что вы не должны об этом никогда думать и пресекать вообще все разговоры на эту тему. Здесь я немножко отойду в свою практику. Так как у меня сегодня, моя целевая аудитория – это девушки возраста 30+, которые всегда хотели петь, но почему-то этого не делали. И действительно, на первых прослушиваниях, когда они ко мне приходят, я вижу, что есть проблемы. Проблемы с попаданием в ноту, проблемы петь мощным голосом или удерживать одну ноту, или просто петь ноты на разных звуковой высотности, да, то есть интонировать. Но буквально 2-3 занятия проходят, и девушки мои прекрасные начинают интонировать. Что говорит о чем? О том, что с голосом все в порядке. Ну, то есть и так голос был, но правило подтверждается. Поэтому вы просто вовремя, не попав в нужные руки, или вы с детства не занимаетесь. Очень частая проблема вот у этих моих барышек, которые взрослые, почему они не интонируют? Сначала в детстве их никто не отвел в музыкальную школу. Хор в общеобразовательной школе, там, или в рок-музыке, да, нельзя считать за инструментом, который помогает сформировать голос. Поэтому, если нету вот этого начального музыкального образования, или в семье не играла музыка, или в семье никто не пел, ребенок сам не пел, ему не хотелось, ну, не было такого у него способа коммуникации, это просто, ну, как бы это естественно. Вы же знаете, что человек такое сложное существо. Если человек не попадает в социум, в человеческое общество, он даже не может научиться ходить, он не может научиться говорить. И, там, буквально, там, до возраста пяти лет, если с ним это не происходит, то уже это все, он обречен, он обречен ходить на четырех конечностях и издавать непонятные, рычащие, визжащие звуки. Так сложно устроен человеческий мозг. Поэтому, вполне понятно, если вы с детства не занимались музыкой, что в ноты вы не попадаете. Что происходит с вами дальше? Вот вы подросли, душа поет, мы все слушали, не знаю, кто-то сейчас уже, наверное, под гитару не слушает, но я лично слушала. Песни под гитару, костры какие-то, сборищи. И вот вы начинаете тоже всем подпевать известные песни, и голос вас не слушает. И те, кто вас окружает, говорят, не пой, ты все портишь. Да тебе вообще петь не надо. Да тебе медведь на ушах походил, потоптался. Друзья, ну, во-первых, это не очень хорошо. Ну, то есть, вот так вот просто уничтожать человека в самых его благих намерениях. С другой стороны, это настолько, вы даже не представляете, записывается на вашу подкорку. Когда-то я считала, что глупо учить петь женщин для того, чтобы они пели для своих мужей. Сегодня в моем классе три человека учатся для того, чтобы утереть нос своим мужьям. Вы можете в это поверить? Я до сих пор нет. Но, оказывается, реальность жизни такова. Поэтому наша сила в том, чтобы научиться петь и просто никого не слушать, отстаивать свои позиции. И тем самым проявлять свою силу и, в общем, становиться сильнее. Так, что это про голос? В общем, вы поняли, голос у вас есть. И не у вас, а у всех. Дальше. Нужен талант от природы. Ну, в рамках профессионального музыкального образования вокалиста включен огромный курс психологии. Это и общая психология, возрастная психология, разные-разные виды психологии, вплоть до двигательной. Ну, много, много всего мы поизучали. И, как бы, в целом, что нам из этого всего нужно? То, что как такового таланта не существует. Человек, он рождается с какими-то задатками, а потом вы можете этот талант развивать. Хорошо, если вы это делаете вместе с каким-то адекватным, профессиональным человеком. Тогда вы этот путь свой просто укорачиваете и добиваетесь каких-то результатов. Когда-то ваш, ну, то есть, как говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вероятно, так и есть. Просто есть люди, которые быстрее обучаются. Но тут вопрос выбора. Куда вы отвели своего ребенка или куда вас отвели ваши родители? Меня отвели в музыкальную школу. Возможно, если бы меня отвели, не знаю, в кружок акробатики, я бы лучше занималась акробатикой. Тут такая история очень сложная. Хочу вам показать иллюстрацию, не знаю, получится или нет. Вот это моя балерина. Она еще не дорисована, но я рисовала ее три урока с профессиональным преподавателем, которая в свое время закончила Академию Художественную и, собственно, рисует потрясающие, очень интересные наработы. А главное, что она досконально владеет техникой. И я ее подбила на то, что то, что она научилась делать за 15 лет, она меня научит делать за пару месяцев. Вот такой вот как бы хитрый план. Это все к тому, что у меня нету, как это, таланта рисовать. Просто есть человек, который в целом, то, что я человек идейный, то, что я заражаюсь, то, что у меня там есть какие-то мысли, он это все вводит в рамки, и это становится красиво. Также и с талантом петь. Что значит? Вы слушаете музыку, вы что-то повторяете, у вас есть любимые песни, вы хотите выражать свои чувства через музыку, и в этом есть ваш талант. Никто не рождается с микрофоном в руке, понимаете? Никто не рождается со способностью или с талантом, не знаю, там, зарабатывать деньги, играть на гитаре, там, не знаю, водить машину. Это все приобретенные навыки. Сколько времени, сколько часов вы это вложите, тем лучше у вас будет результат. Поэтому не нужно никогда равняться на других. Вы никогда не знаете историю другого человека и тот путь, который он прошел. Ориентируйтесь на себя. Сравнивайте себя сегодняшнего с себя завтрашним или сегодняшним со вчерашним. И вы видите прогресс, либо не видите. Если не видите, значит, надо что-то подкрутить. Так, следующая история про физиологию. С талантом мы разобрались, таланта не существует. Слух. Ну, слух на самом деле и голос. Это такие две стороны одной медали. Слух формируется в результате того, что вы слушаете. Слушаете с детства. Ваша мама прекрасная певица, и она вам пела колыбельно, удивительно чистым, удивительно прекрасным, красивым голосом. Вероятность 99,99% что у вас будет прекрасно развитый слух. Представляете, было проведено диссертационное исследование на эту тему. И оказалось, что люди, у которых мамы пели фальшиво, то есть мамы, которым как бы медведь на ушах потоптался, эти люди, они вообще лишены способности хорошо слышать. То есть они слышат, и для них неверное в их голове им кажется верным, поэтому с ними сложнее работать. Но вот в этом суть, что они слышат искаженный звук и считают его нормой, считают его правильным. С этими людьми в работе конкретно можно, ну как бы, приходится больше акцентироваться на мышечные ощущения, чем на слух. На слух совершенно невозможно, потому что в их голове все звучит чисто. Дальше. Ну и слух, как он формируется. Кто-то говорит, что нужно заниматься с альфеджио. Я, например, не сторонник заниматься с альфеджио, опять же, потому что ко мне приходят люди, у которых уже проблемы со слухом. То есть они не с чистого листа, они не в 7 лет придут заниматься с альфеджио и формировать вот эти нейронные связи. Они приходят в 20, в 30. Мне мама и бабушка пели песни. Маму я еще оставляла играть мне на фортепиано. Очень любила. Ну, наверное, у вас очень хороший слух, очень хорошее чувство ритма. И бесконечная потребность находиться в музыке в принципе, потому что люди, которые в эту среду попадают в раннем детстве, они, как правило, без этого уже не могут, потому что это для них источник ресурсов и источник вдохновения. И как я для себя это называю, мой островок безопасности. Это то, где мне всегда хорошо. Ну, то есть, когда вокруг все плохо, ты там сел за инструмент или попел, и у тебя все наладилось. Вот. На это обречены дети, с которыми с детства занимаются музыкой. Так. В общем, блог про физиологию голоса, про то, что все это невозможно и страшно не всем дано. Мы закрыли, решили, что всем все можно, решили, что голос у всех есть, талант никому не нужен. И слух мы развиваем либо с самого детства у ребенка, либо мы просто находим другие технологии, которые помогают нам его развить. И это немногократное прослушивание. Приходите на уроки, я все расскажу. Да, я с детства подбирала музыку на фортепиано, без муз образования. Ну, вот талант, вот они, таланты. Таланты вошли в чат. Так. Следующий блог про дыхание. Ой, про дыхание, конечно, да. История такая. На самом деле, ну, так вот, если обобщать, то, ну, в шутку, конечно, это не как бы, это я не знаю, это какие-то соцопросы. Надо проводить такие глобальные в рамках страны хотя бы. Ну, судя по тому, что мне отвечали вчера в моем блоге, то дело, да, ах и вах и швах. Короче, сколько педагогов, точнее, сколько вокальных методик, да, ну, есть педагоги, которые по одной и той же методике работают. По сути, столько же и вокальных техник. И от той вокальной техники, которую вам преподают, зависит то, как вы будете дышать. Дыхание этих способов миллион и миллиард, на самом деле. Но дело в том, что эффективных-то не так много. Про эффективное дыхание, что вы должны понимать? Что если вам неудобно, что если вас там просит дышать там спиной, и какие-то вещи, какие-то непонятные головой осознать, которые невозможно сделать, то, скорее всего, это какая-то ерунда, ну, на самом деле. Потому что я вообще, ну, как бы, я все время педалирую эту историю про то, что вокал, это, в общем-то, всегда должно быть от естественного. То есть от разговора, от простого вдоха, от понятной, конкретной работы мышц. То есть если вы не понимаете, каким органом вы контролируете дыхание, то вы не можете его контролировать. Я писала, ну, есть куча видео в моем блоге про дыхание. Ну, короче, смысл один, что есть легкие, и есть мышцы, которые эти легкие окружают. И вы можете пользоваться только этими мышцами для того, чтобы контролировать именно процесс дыхания. Есть способы, которые, вокализация, которые не зависят от, ну, то есть они изначально устроены так, что вы ориентируетесь не на то, как ваше дыхание работает, ориентируетесь на то, как работает система ваших резонаторов. Это другой путь. Ну, то есть это все очень сложно, это все как бы не для общего обсуждения в прямом эфире, для всех. Ну, то есть существуют просто разные техники, и поэтому вот эти мифы, они будут постоянно рождаться. Например, я вчера задавал вопрос, как вы считаете, что если вы, там, я уже не помню, что именно я спрашиваю, но, по-моему, так, что, типа, если длинную ноту вам нужно, чем длиннее нота, тем глубже дыхание. Ну, то есть в моей технологии это вообще не так. В моей технологии всегда короткий вдох при длинном выдохе, какая бы нота ни была, высокая, низкая, длинная. То есть зависит только напряжение дыхания, а глубина вдоха, она формируется один раз на этапе начала обучения и, собственно, сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот эти все истории с переливающимися сосудами, мне кажется, это все очень сложно. И, ну, как бы, если вас так учат, ну, да, допустим, вопрос в том, насколько вам удобно. Я, например, считаю, что не всем подходит, как бы, все дыхание, да, то есть есть люди, ну, как я про это недавно снимала видео тоже, есть люди двух типов. Кто-то дышит диафрагмой, кто-то помогает себе косыми мышцами и прямой мышцей живота. Как бы, в моем случае все, больше про дыхание, я ничего, как бы, не хочу никому говорить, потому что все остальное это уже, по-моему, отлукало. Подышите ее, как собачка, как мне рассказывали там в училище, а потом задрали мне гортань так, что я два года восстанавливалась. Это все, как бы, такая история. Но это сложная история, потому что действительно какой-то унифицированной, уникальной методики, которая подходит всем, по сегодняшний день не разработана. Поэтому, пропадая каждый раз к новому педагогу, вы будете узнавать что-то новое, ну, что-то похожее, отчасти что-то другое. Поэтому ориентируйтесь всегда на свободу, на хорошее звучание, на спокойствие, на то, что вам удобно. Никогда не терпите какую-то неимоверную боль в области гортани. Ну, то есть, вот это все не надо. Так, ну, про дыхание, в общем-то, да. Ну, вот то, что про науку, я тут написала рассказать про науку. Ну, да, что в 20 веке наука очень развивалась в этой сфере. И, в принципе, было все предельно точно определено, какие мышцы где должны работать. Другой вопрос, что педагоги разной квалификации, разного обучения, они это все трактуют по-своему, в массы это все выводят тоже по-своему. Поэтому мы видим разные, как бы, результаты, разные исполнения. Поэтому в классической, например, музыке принято ориентироваться не на технологию, а на тот звук, который в результате получился. Ну, типа, если вы близки к эталонному звуку, то все ок, и, в общем, не важно, как вы там дышите на самом деле. Так, блок про жизнь. Ну, тут, конечно, мифов просто, то есть, бесконечное множество. Сколько вокалист должен спать? В какое время он должен просыпаться? Заниматься лучше после шести вечера? Сколько часов подряд можно петь? Какой перерыв должен быть между выступлениями? Можно заниматься перед концертами сексом или нельзя? Это все тема, как бы, истории про жизни. Это все мифы и все такое относительное правдное. Но этому всему есть определенное научное... А, вот еще, мыть голову перед концертом или не мыть. Ну, то есть, все вот это вот вкупе, на самом деле, образует кучу тараканов в ваших головах. Поэтому, когда вы слышите что-то такое, там, не мыть голову перед выступлением, вы думаете, о, боже, да, я же намыла, я же ничего теперь не спою. Ну, и вы действительно ничего и не поете. Ну, так нельзя, друзья. Ну, то есть, есть рацию, есть какой-то ум, и мы с этим будем, в общем-то, давайте дружить с головами все же. Что там? Ну, про секс я, например, сама слышала очень много, особенно, там, от этих старых певиц Большого театра, когда они говорят, что вот там, ну, там, то ли Вишневскую, про Вишневскую, по-моему, что она вот перед каждым спектаклем, вот ей надо было. Ну, такое, знаете, может быть, она была очень темпераментной женщиной, ну, или там, что женщинам можно, мужчинам нельзя. Но я знаю вот эту историю про футболистов тоже, что им вроде тоже мужчинам нельзя, поэтому с ними ездят жены. А в смысле, зачем тогда ездят жены, непонятно. Ну, то есть, это как бы такое, мне кажется, личное дело каждого. И кому-то помогает, у кого-то лишает сил, но напрямую на тембр голоса, я думаю, хорошее настроение. Ну, если вы на сегодняшний не спали, естественно, да, это влияет, но если вам это помогает заряжаться, быть бодрыми, то почему бы нет? Или, например, как спорт, да. Спорт, на самом деле, если заниматься профессионально, это весьма выматывающая история, особенно если какую-то регулярность имеет 3-4 раза в неделю. Все же вокал, сам вокал, уроки вокала, репетиции, репетиционный процесс выступления на сцене, они забирают колоссальную энергию. Поэтому далеко не всем певцы любят вообще заниматься спортом, потому что они и так уставшие. Самая такая популярная метафора – это то, что вокал, или занятие вокала можно сравнивать с работой грузчика, который разгружает вагоны. Ну, на самом деле, наверное, это недалеко от истины, потому что если почитать там мемуары, то часто можно встретить, что я за спектакль теряю 2,5-3 килограмма, или мне нужно сутки отдыхать после спектакля и так далее. Ну, то есть вообще про вокал, если про академический вокал мы говорим, то это реально очень большие физические нагрузки. Если вы там поинтересуетесь у моих учеников, как мы занимаемся, они тоже обычно говорят, что у них все мышцы дрожат, все болит и так далее. Да, действительно, это тяжелый труд. Поэтому я всегда говорю, что приходите на вокал, мы тут с вами и физкультурой заодно позанимаемся. Поэтому спорт на уровне, что это как бы спортом нужно заниматься, чтобы хорошо себя чувствовать, конечно, да, для вокалистов, для музыкантов, для, не знаю, у кого-то, для врачей, для учителей всем нужен спорт, всем нужно движение, движение – это жизнь. Хорошее состояние психики важно очень, потому что все же с психикой пение напрямую связано. Если вас это уравновешивает, если вам дает силы, то, значит, этим нужно заниматься. Если вас это, наоборот, вы разбиты, то ни секса, ни спорта не будет. Что еще про профилактику заболеваний? Вот, кстати, про то, как вокалисты себя ведут, что они ходят там все время в каких-то шарфах, кутаются, это вообще такое все не очень правда, потому что если вы все время кутаетесь, то, значит, у вас с малейшкой сквозняк, он вас просто сдувает, вы заболеваете, и при этом помните о том, что когда вы поете, у вас разогревается весь голосовой аппарат, у вас разогреваются трахеи, вы весь наполненный, и вы выходите куда-то. Конечно, нужно беречься, но лучше приучать себя к таким суровым будням вокалисты и стараться не переодеваться, жить в проветриваемых помещениях и просто соблюдать обычные нормы гигиены, которые адекватно одинаковы как для вокалиста, так и, не знаю, для инженера. Хорошо понимать, что помогает действительно для поддержания голоса, а что является пустышкой. Я знаю историю про известный фонеатр в Москве, к которому пришел человек просто без голоса, ну, царист театра пришел без голоса, он сказал, что типа, ну, сходите в буфет, попейте апельсинового сока, должно помочь. Ну, вот, чтобы вот в такую ерунду не верить, тоже хорошо бы понимать, о чем вообще, о чем голос и как мы его лечим. Лечим мы его у фонеатра, у профессионала, который действительно понимает, как это все происходит, какие средства влияют. Никак апельсиновый сок вам не поможет восстановить голос. Это все от лукавого, это все мифы. Кстати, от лукавого именно так говорил этот великий фонеатр. Так, блок про жизнь. Ну, про спорт, про сон, сон. Что такое сон? Сон – это необходимость в жизни любого человека. Вы должны спать по 7-9 часов каждый день для того, чтобы у вас была энергия, для того, чтобы вы хорошо себя чувствовали, для того, чтобы вы не болели. Как это влияет на голос? Конечно, влияет, если вы вялый, не знаю, если вы всю ночь гуляли, вы были в клубе в 6, а в 10 вы пришли на репетицию, то, наверное, вы будете звучать плохо. Ну, то есть прямого отношения с голосом нету. Ну, как бы просто общая усталость организма. Или вы были на баскетбольном матче и орали там со всеми вместе. Вероятно, да, будет то же самое. Вы будете без голоса, вам будет петь неудобно. Дальше переходим плавно в блок про еду. Тут, конечно, было очень смешно. Вчера повесил опрос, сколько яиц нужно выпить каждый день вокалисту для того, чтобы голос звучал. Только один человек написал мне в личку и спросил, а почему я ноль не указала? Ну, вот для этого и был проведен эксперимент. Там ответы были 1, 2 и 3, 6 и 12. Между прочим, на каждый из этих пунктов, в принципе, были получены ответы. Лидирует, по-моему, 1 или 2 и 3. Я уже сейчас не помню, но какая суть? Яйца – это очень полезный продукт, который, в принципе, неплохо имеется в рационе каждого человека, потому что он там богачен с жирами, там белок, все прекрасно. Вот, но как бы прямого действия на качестве звучания голоса он немеет. Просто, возможно, когда эти все шутки появились, это было связано с тем, что был некоторый дефицит продуктов, и какие-то вещества можно было достать только из яиц, и они были доступными, может быть. Но нет, на самом деле. Сырые яйца я вообще не рекомендую никому пить, потому что у меня у самой было такое опыт лежания в больнице в детстве с сальмонеллезом. Такая себе история, хочу вам сказать. Поэтому я вообще, когда слышу про сырые яйца, мне становится не очень. Так что яйца – это не провокал. Яйца – это просто хороший продукт для питания. Про алкоголь. Ой, сколько я сама про это слышала, и даже пробовала, когда была молоденькой студенткой. Почему-то, да, история про коньяк, про его нормализацию давления, про то, как он влияет на связки, как они прекрасно расширяются, и уже не страшно брать никакую ноту. На самом деле все происходит совсем не так. Когда вы пиваете алкоголь в малой дозе, вы можете выпить прям непосредственно перед выходом на сцену. Ну, я не советую, но вдруг вам придется. Тогда у вас в течение 15 минут все сосуды будут расширены, и действительно вы будете ощущать некоторую легкость, все будет легко. Но на самом деле, через там в течение 15 минут эти сосуды начинают сужаться. Сужаться они начинают неравномерно, а начинают вот так вот делать. То есть этот сосуд, да, и он вот весь кривой. И вот этот кривой сосуд вам, по сути, наоборот, все испортит. Вот они ваши петухи, кляксы, там, не звучащий низ. Плюс расслабляется мозг. Ну, такой он становится немножко ватный. И вы уже не можете делать даже то, что вы, ну, вы сделаны репетиции. То есть мозг поплыл. Поэтому вообще алкоголь и... Ну, я считаю, алкоголь и как бы современная активная жизнь вообще мало совместимы. Ну, так, по-честному. Потому что я знаю по себе. Для меня, например, алкоголь – это потом выпавшее время, независимость от дозы. То есть я всех вообще призываю отказываться от таких способов себя как-то тонизировать. А понять, что для голоса это вообще губительно. Потому что вызывая... Кроме того, что вот эти сосуды сузились, вы запели мимо, потом вас начало сушить. Сушить – это значит, что у вас уже слюна в той мере, в которой она должна вырабатываться для того, чтобы вы могли петь, она не вырабатывается. Вы травмируете свои голосовые связки и получаете голосовые проблемы. Когда у нас в колледже Шнитке, когда я училась, была фониатрия, нам вообще про алкоголь не говорили. Нам говорили... Ну, про сигареты нам что-то рассказывали, там какие-то рисовали, картинки. Ну, вы что? Вы же понимаете. Нет. Просто нет. Просто пение алкоголь несовместимо. Если я пою, я никогда не пью в этот день. В принципе. Ну, может, после, в смысле, да. Ну, то есть, это исключено. И вам советую то же самое. Что? Про алкоголь понятно все. Его просто не должно быть обжорством. Обжорство – это вообще грех, да? И на самом деле, на плотный желудок тяжело очень петь. Когда вы надули диафрагму... У меня есть одна любительница... Но у нас большая разница во времени, поэтому у нас такие уроки происходят. Типа она пришла с работы, наелась, и мы с ней сразу занимаемся, а потом она там, не знаю, спать ложится. Вот. И это тоже плохо. Ну, то есть, диафрагма вся там вот этим желудком раздутая, мышцы как бы такие уставшие, потом, вы знаете, да, после еды тянет в сон, там еще что-то. И, в принципе, да, когда мы начинаем петь, ну, мы понимаем, что мы идем на урок вокал, так же, как перед спортивной тренировкой, мы стараемся за два, там, за два, за полтора часа есть в последний раз. Ну, плюс, есть вы все равно должны, то есть, если вы прям голодный, приходите на урок, это тоже плохая история, то, что у вас начинает подкруживаться голова, потом мы вспоминаем в пять вечера, кажется, я с утра выпила чашку кофе, больше ничего, и у нас тут не реанимация, у нас тут работа серьезная, тяжелая, помните, про вагоны, вот, поэтому, конечно, нужно нормализовать свое просто питание. Другой вопрос, что есть такие парадоксальные люди, которые говорят, что когда я поем, я чувствую опору, и здесь у меня такой следующий пунктик маленький, наверное, про жизнь я должна была рассказать, но не суть, вот про вес человека, ну, я в целом скажу, что на голосовании у меня примерно, там, 50 на 50, 52 на 48, я уж точно не помню, как бы в прямой связи между весом человека и качествами, характеристиками его голоса нету, но мощь и сила, она все-таки зависит от веса человека, то есть, если человек весит 40 килограмм, ожидать от него какого-то огромного, мощного звука, не острого, да, там, летящего, вот именно такого, мясного, не придется, потому что мы все же опираем, простите, на свою попу, на свои ноги, то есть, мы, как бы, вот сколько у нас есть, столько мы выдаем, поэтому, если вы прям худыш, такой худыш-малыш, то, вероятно, вам будет тяжелее, чем тому, кто там весит 70 килограмм, ну, такая история, поэтому вес, конечно, он как-то влияет, ну, например, известная Анна Нетребко была маленькой девочкой, пела лирик колоратурной партии, а сегодня такая взрослая женщина, сформировавшаяся, поет турандот, качество голоса у нее изменилось, ну, по сути, как была лирик колоратурной, так и осталась, но стала петь партия драматического сопрано, мы сейчас не говорим про качество, про то, как она их выдерживает, не выдерживает, в каком, как бы она их, в какой купации она их поет, да, купированная опера, но, тем не менее, она это поет, ей это позволяет сделать не что иное, как ее сил, поэтому очень частые случаи, что, когда женщина, молодая девушка, она поет высокие партии, потом она рожает, разжирается, и переходит пониже, ну, пониже или помощнее, потому что появляются силы, у меня, например, я всегда была женщиной, крупной девушкой, девочкой тоже крупной, вот, а потом, я родила одного ребенка, второго ребенка, я почувствовала еще больше, мощь, то есть, полностью отрицать, как бы, силу человека, и связь силы, веса, голоса, ну, нельзя, это тоже неправда, говорит, нет, это не так, это так, что еще здесь я должна сказать, про голодание, когда вы голодаете, лишаете себя каких-то минеральных, полезных веществ, вы начинаете болеть, вот, кстати, болезни, они сказываются на качестве голоса, на его лоски, на его блески, на, то есть, я всегда, когда говорю, ребята, давайте улыбаться, давайте улыбаться, ну, то есть, звук, он требует некоторого, такой, высоты, вне зависимости от того, и странник вы, или академист, звук фееричный должен быть, блестящий, тогда он цепляет, попадает в цель, если у вас утомлен организм, если он болен, то, к сожалению, это будет напрямую отражаться на звуке, вы просто это, помните голос, что это связь, психики и тело, да, всегда психика и тело, и они, и психика и тело, как это, обе, обе, обе должны быть в тонусе, все должно быть, как бы, ну, здоровым, здоровье, просто здоровье человека, оно, безусловно, влияет на голос, голодание, диеты, это я все сказала, диеты вокалисты, вот, острое, пестрое, живое, неживое, на самом деле, нет никаких ограничений, потому, что может есть вокалист, и что не может, это все такое от лукавого, кто-то там и голоданиями живет, поет прекрасно, кто-то, у меня вот вегетарианцев, ребят, веганов, прям настоящих, двое знакомых, прямо они выглядят молодыми, классно, они, ну, поют, ну, поют, ну, поют не хуже, чем до того, как были невеганами, например, вот, но в целом нужно понимать, что опасность какая, когда вы едите непосредственно перед вокалом, острое, там, соленое, что-то крошащееся, печенье, орешки, ну, так голосовые складки устроены, да, что там может прилипнуть эта маленькая крошечка, и вы можете там, ну, поперхнуться, подавиться, а главное, что вот эта микро-микро крошечка может натереть вам, типа, мозоли, вот это самое опасное, что может быть, поэтому после еды вот этой вот всех семечек и орешков, ну, должно пройти какое-то время, чтобы естественным путем это все смысл. Плюс надо распиваться, естественно, когда вы распиваетесь, намычание, намычание у вас автоматически все там исчищается, и все у вас будет прекрасно. Так, тут про еду, в общем-то, ну, нет какого-то такого, что жирное нельзя, или там, не знаю, да все можно, вы живые люди, просто хорошо бы, чтобы все живые люди обычно питались более-менее рационально, у меня здоровая, нормальная пища, потому что пища – это наша энергия, наша сила, наше качество жизни, наши ощущения, и в том числе наш ресурс, да, мы то, что мы едим. Дальше, последний блок у нас пошел, про обучение. Про обучение тоже много мифов, например, что мужчину может учить только мужчина, а женщину – женщина. Ну, я, например, не соглашусь. Я считаю, что педагог должен быть с ушами, тогда он может быть с локальными ушами, не просто с ушами, а человек, который слышит, который разбирается в технике, который понимает, что такое голоса, который отличает баритона от тенера, или, например, если это мужчина-педагог, он не будет говорить девочке сопрано, что сейчас она поет фальцетом. Ну, то есть человек должен быть в теме, человек должен быть в профессии и понимать не только то, как его обучали, как он научился петь, но и понимать вообще, что происходит вокруг, что все люди разные, что уникальной методики, опять же, нету, и потому, что нет двух одинаковых людей, мы всех учим по-разному. Поэтому вот создание курса по вокалу пока мне кажется очень сложным, потому что не знаю, как вот это все можно сделать, обобщить, ну, то есть не все в жизни можно обобщить, и преподавание вокалу, обучение вокалу тоже нельзя обобщать, потому что вы каждая индивидуальность, вы каждый отдельный человек, вы со своими особенностями, со своими проблемами, со своими какими-то моментами. Что еще, да, про обучение? Мифы. Дыхание можно, вот недавно мне писали, что дыхание строится год. Боже, а можно осветить момент связи менструации и вокала? Якобы время менструации голос меняется, лучше не петь в такие дни. Так в такие дни лучше и не петь, и не танцевать, и не заниматься спортом. И есть в этом прямая связь, на самом деле, потому что у вас, что происходит, как женский организм, он полностью меняется, и отвергает там все, это лишнее, и набухают все сосуды, ну, кровью все наполняется, не только в животе, да, если живот становится там на четвертый месяц беременности, так у вас все такое становится, связки отекают. Вот балерина не танцует, потому что у них очень вероятен вот этот момент, что они могут вывернуть себе суставы, растянуть связки, потому что все становится неэластичным, вот таким топором. Вот вначале начала говорить про связки, что это не мышца, которую мы качаем, а мы качаем вокруг мышцы, чтобы правильно посылать воздух и правильно их смыкать. Так вот, связки, они характеризуются, хорошей работой связок, чем эластиком. Чем эти связки более эластичны, тем больше возможности у голоса, тем выше диапазон, более мелкой техникой вы можете владеть, какими-то там, ну, вот нюансами, да, нюансировку делать, тихо, громко, быстро, вот эти все рулады, это все поется на очень эластичных связках. Когда у вас больные дни, так мы это называем в нашем мире, то они становятся такими грубыми, и уже все, что вы... А делать-то вы будете то же самое, и ферритуры эти все выпивать, и будет что, будет травма. А для нас главное – это сохранить наш голос. Вот, вернусь к чему. Начала про обучение. Вот недавно услышала, что в классе одного преподавателя дыхание ставят год. Не просто год, ну, то есть дыхание и поют что-то. Нет, занимаются дыхательными упражнениями год. Вот я не знаю, если меня кто-то слушает, мне скажите год. Вы готовы год заниматься дыхательными упражнениями? Не петь никаких любимых песен? Ну, вот, я думаю, мои ученики, они не готовы к этому. Я тоже к этому не готова. Я, честно говоря, так не училась. Считаю, что это миф, это лукаво, и так не должно быть. Вот Мадария тоже говорит, что нет, она не готова заниматься дыхательными гимнастиками на протяжении года. Конечно, это очень долго. Зачем? Зачем? Ну, я, в принципе, понимаю, зачем каждый урок стоит денег. Чем больше раз вы ко мне придете, тем больше денег вы мне принесете. Но, как бы, можно объяснять, ну, то есть приходит ученик класс, можно говорить, ну, у тебя столько проблем, ты такой сложный, вот это вот я тебе не обещаю, вот это мы с тобой будем делать, там, не знаю, год, а вот через год мы будем делать что-то еще. Ну, ребят, мы живем в 21-м году, в 21-м веке, сегодня время скоростей. Вот я не зря художество своих показал, что можно сделать то, что когда-то можно было сделать, там, за какое-то длительное время. Сегодня можно и нужно делать гораздо быстрее. Я не говорю, что вы за два урока или, там, за два месяца занятий начнете владеть в совершенстве своим голосом. Я совершенно не это имею в виду. Но мы все оптимизируем. Вот уже уровень вот этих академических, общих знаний настолько велик. Если этим граммахом пользоваться, то мы действительно можем добиваться больших результатов. Конечно, очень важное значение имеет то, как ученик, да, на все это реагирует. Делает он домашние задания, не делает он домашние задания. Вот нам пишут. Я так 10 лет занималась, а потом пришла к ЛК и за пару месяцев не узнала себя. Так вот об этом и суть, что когда вы делаете все в системе грамотно, то, что воспринимает ваше тело, то, что, понятно, вашему организму, все происходит очень быстро. Для меня, например, два месяца — это хороший показатель, вот, ну, по моим студентам, да, и по моим ученикам, как качественно вообще меняется их жизнь. Как я всегда говорю, через два месяца вы уже и по-старому не сможете, и по-новому не научитесь. То есть происходит какая-то, ну, как бы, пере-пере, вот, формация. То есть, например, ну, это не я придумала. Друзья, вот недавно я там знакомилась с педагогической деятельностью Павла Лисица, но это известный оперный певец, но он, правда, уже умер лет, так, 12-13 назад. Но не суть, он был известен в советский период, он пел в большом театре, во всех театрах СССР, он был консультантом в немецких театрах, ну, когда это еще СССР был, курировал там певцов, солистов, у него очень была обширная педагогическая практика, и вот это образование классическое, да, наше, когда 4 года колледжа, там, сейчас колледж, тогда училищ, и 5 лет вузов, оно существовало в советский период. То есть это вот, как мы сейчас учимся, ну, сейчас еще магистратура появилась, и бакалавриат, ну, еще специалитет в консерватории, где-то он остался, я не знаю, в Академии Гнесиных, как, не знаю. Короче, есть еще специалитет, я закончила специалитет, то есть я еще училась на заочке, поэтому я 6 лет училась, то есть мое только профессиональное образование составило 10 лет. но не думайте, что в вузе занимается только постановка голоса, нет, это как раз уже про другие уровни высшее образование. И вот он пишет, Павел Герасимович пишет, про то, что не нужно учить, ну, как бы, если педагог не может за 4 года научить певца петь, значит, это плохой педагог. Я, например, даже не знаю, вот, как бы, что я буду делать с певцом, там, через 4, через 5 лет, ну, то есть вот я, у меня есть ученицы, которые, там, по 2 года уже занимаются, кто-то там, ну, просто это такой же живой организм, как бы, люди для себя приходят, уходят, приходят, уходят, как бы, я не работала никогда именно с вокалистами в институте, вот, работала с храном-дежурными, но у них там маленький, ну, как бы, они не постоянно ходят, ну, то есть, и они не, не профессионально не ориентированы на вокал. Так вот, за 2 года мы делаем просто колоссальный успех, ну, то есть, мы уже можем петь все через 2 года, любую партию, и, ну, то есть, любой сложности к чему-то, ну, если молодые девчонки, они к чему-то просто физически не готовы, ну, нельзя какие-то партии в 20 лет петь, но можно в 30, да, и в 35, и вот сейчас у меня есть девочка, мы с ней давно занимаемся, ей 36, 37, 37, наверное, уже, вот, мы с ней за полгода сделали просто такой объем работы, и мы, ну, из-за того, что у нее такой возраст, вот, кстати, возраст, он все-таки имеет значение, когда вы молоденький, вам 13, 14, 12, 15, вы всегда живете и зависите от строения своего аппарата, от возможности работать своим аппаратом, а когда вам уже 25 плюс, вы вообще можете ничего не бояться, и это очень классно, и если вы там приходите заниматься, и вы никогда не занимались, а вам там 36, 37, 40, и у вас нету ничего неправильного, у вас все классно, вы делаете просто прогресс, вот просто, это надо просто видеть, это такое удовольствие, когда человек учится, как вот дети не способны просто обучаться, поэтому я вообще делаю ставку всегда на взрослых учеников, люблю с ними работать, ну, и еще, плюс они, конечно, более ответственные, ну, с неответственными приходится стражиться, так, ну, и другая сторона, медаль, экспресс, экспресс-обучение, когда вам обещают за два урока, там, или за 10 уроков научить вас петь, ой, конечно, интересная такая история, вчера спрашиваю, ну, девчонки, ну, вот вопрос, сколько, ну, типа, раз научился, как на велосипеде, можно всю жизнь пользоваться голосом, на самом деле, такая история, не так все, когда вы учитесь, вы, конечно, можете схватить какие-то основные нюансы, как петь, да, и вы уже научились петь, и вам кажется, все, потолок просто вот, но, как показывает практика, певцы, которые не занимаются, будь то эстрадные певцы, будь то оперные певцы, то они просто, ну, в театре это вообще страшная вещь, такой певец через три года, он полностью, как бы, утрачивает профессионализм, свой, в смысле, качество голоса, то есть, он его теряет, поэтому подкручивать, и заниматься вокалисту, который профессионал, приходится на протяжении всей своей жизни, и очень слышно тех певцов, которые не занимаются, и, ну, как бы, их век очень короток, поэтому, конечно, когда вы приходите, вы садитесь там в хор, ну, например, на работу, да, я работала в хорах, и я знаю, что там способствует все к тому, чтобы перестать развиваться, чтобы перестать, ну, дальше совершенствоваться, учиться, заниматься какой-то скучной, может быть, работой, особенно, если вы сольно не выступаете, там, плечевая, вот эта дружба, она настолько сильна, и тебе кажется, что ты уже поешь, а по сути, я работаю в хору, все орут, и я ору, история ужасная, девчонок, мальчишек жалко, но они, как бы, сами себе прекрасны, и вот они мне вчера все и отвечали, что они один раз уже научились, и больше им не надо. Простите, друзья, но это не так, хочу вас расстроить, но если вы не будете заниматься своими голосами, то голоса ваши все, все они будут, ну, естественно, что от них что-то останется, но это не будет тот голос, о котором, как бы, все мечтают, и я думаю, что любой певец хочет, чтобы его голос был самым лучшим. Да я сама, сейчас, в связи с пандемией, мы очень мало выступаем, как бы, в театре там, нас всех отпустили на вольные хлеба, концертов у меня было два за сезон, и последний раз, когда я выходила, я уже просто, это даже просто эмоционально очень сложно настраиваться каждый раз, когда ты постоянно не в работе, а когда ты постоянно в работе, у тебя другой перекос, тебе некогда подкручивать технику, и она у тебя все деградирует, ну, то есть, кто-то находит себе прием, например, голубить, он голубит, голубит, он уже довольно доглубился, что ему пора, все высветлять, а он это сам не слышит, и это слышит он только со стороны, слышит только преподаватель, потому что, поэтому мой вам совет, господа вокалисты, вот Даша, например, не пренебрегайте занятиями со своими замечательными преподавателями. Так, ну, собственно, не знаю, сколько сейчас времени-то, у меня часов нету здесь, я счастливая. Вопросы мне тут написали вчера в личку, могу ли я разбить стакан голосом? Ну, на самом деле, про разбивать стаканы голосом, это, ну, тоже, можно сказать, определенный миф. Да, согласна, это про педагога. Вот, то есть, стаканы разбивают голосом в цирке, стакан выбирается идеально ровный, без всяких дефектов, хрустальный, из тонкого-тонкого стекла. В принципе, вы можете сами взять такой стакан и попробовать своим голосом разбить. Я никогда этого не делала, мне это не очень интересно. То есть, плюс должны совпать вот эти вибрации, которые в стекле и в вашем голосе. Ну, то есть, тут это речь не про вокальное мастерство и не про какие-то особые таланты. То есть, это просто история из физики, да, про резонанс. Так, следующий вопрос. Изменится ли голос, если сделать ринопластику? Ринопластика – это операция, которая, пластическая операция на нос. Конечно, все, что делается с вами, вот, с вашим лицом, с зубами, с губами, с носом, в той или иной степени будет влиять на то, как вы звучите. Несмотря на то, что звук, наша вот эта полетность, звук от тембра, он как бы, ну, в глубине, да, заложен в грудных, главных резонаторах, в там, скулах. Мы отправляем этот звук все время куда-то, но вот, как говорит, рупор, да, куда все выходит. Положение зубов, раскрытие рта, это все очень сильно влияет. Ну, девчонки у меня очень смешные с накачанными губами. Они привыкают, когда вот так уже с ними, а потом они их вот куда-то девают, и у них наступают настоящие проблемы, потому что уже сделали вот такое приоткрытие, а потом рот стал закрываться. Это очень слышно, но это не то, что прям настолько влияет на голос, что просто вы петь не сможете, но сам голос, вот именно то, что я слышу, да, или то, что зритель слышит, конечно, это все имеет значение, но никакое-то катастрофичное, поэтому если у вас есть свои проблемы с носом, и вам нужно сделать эту ринопластику и дышать свободно, так лучше вы ее сделаете и дышите свободно, и ничего катастрофического не случится. Петь от того, что вам сделали эту ринопластику, вы и не научитесь, и не разучитесь. То есть, так как мы концентрируемся все-таки на работе мышц тела, то, ну, собственно, то, что с лицом, опять же, я говорила, что, ну, раньше не с вами, да, не с вами, про то, что артикуляция, она такая вся очень условная у вокалистов, вот если вы видите, как я разговариваю, ну, я очень мало говорю губами, я говорю где-то внутри себя, поэтому, да, будет небольшая разница, но это все будет не какое-то, у меня почему-то стало очень плохо вас видно, не будет такого ничего серьезного, поэтому делайте. Вот, ну, то же самое про имплантацию зубов, я думаю, ничего серьезного не случится. Вот, в общем-то, все, что я вам хотела рассказать, вообще, как бы, если подытожить все, я могу сказать, что вот все, что вы не возьмете, какую сферу про вокал, какое у вас убеждение есть, скорее всего, это всегда будет миф, ну, то есть, как всегда, есть другая точка зрения, ну, то есть, вы считаете, у меня нет голоса, я вам докажу, что у вас есть голос, вы говорите, что я звучу, когда я там, не знаю, не сплю ночами, у меня там, эмоции, страсти, я вам скажу, что вы сегодня зазвучали, потому что у вас там адреналин, а вы так два раза подряд прозвучали, и у вас там в худшем случае травма, в лучшем случае вы просто не будете звучать, ну, то есть, как бы, когда нет системы, а есть какие-то разовые случаи, например, успеха, это не считается, вот это тоже про мифы, что иногда кажется, вот я что-то такое сделал, и мне это помогло, а на самом деле помогло что-то совсем другое, про это тоже нужно помнить, ну, например, раньше я перед концертами всегда очень была возбужденная, ругалась со всеми, я думала, что меня это заряжает, и я много знаю артистов, которые так делают, а потом я поняла, что это какая-то моя просто недовольтворенность, это расслабленность, не знаю, а что это еще, как, почему я не могу себя собрать, почему я не могу, вот, я думаю, что это неправильно, ну, что ты как-то просто работаешь над собой, ты спокойно, весело, и тогда все на позитиве, и ты все воспринимаешь более позитивным, а это как бы цель наших занятий, вот, если есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу, мифы, мифы, мифов нету, но на самом деле, все ерунда, не слушайте никого, слушайте себя, если вы хотите петь, то пойте в любом возрасте, в любом состоянии, кстати, нам на конкурс вот раз приходило несколько заявок от людей с ограниченными способностями, и мне кажется, это просто мега круто, что такие люди даже, как бы, занимаются собой, они же это делают, наверное, для удовольствия, для своего, не для каких-то там высоких целей, сколько в день можно петь? Часов. В день часов можно петь столько, сколько вы можете себе позволить, то есть, у вас есть какие-то показатели, когда вы начинаете заниматься, вы только пришли, вы никогда не пели, а вам дают дикие нагрузки, почему они дикие? Потому что в вас оставляют существовать многозадачности, вы постоянно думаете, 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 делаете, у вас работает мозг на полной скорости и работает пузо на полной там скорости или ноги, или чем-то там дышите, и тогда вы у вас, как бы, вы очень быстро утомляетесь, ну, то есть, ориентироваться на самом деле нужно на мозг и на свои ощущения, вот, например, мы дышим, там, я учу девчонок дышать с животами, но у них после, там, на 20-й минуте урока живот идет в отказ, ну, то есть, он становится каменный, вот мышцы затредевают, так, и все, дальше что, есть смысл заниматься, как вы думаете? Ну, если у вас мышцы пошли в отказ, вы только криком можете кричать, а ни про какое пение, ни про какое звуковедение не идет речь, смысл так заниматься? Когда вы тренируетесь, когда вы расслабитесь, когда вам будет, как бы, классно, вы можете петь и два часа, и три часа, ну, я вам так скажу, академисты поют гораздо меньше, чем эстрадники, дальше, она эстрадница, эстрадник, он должен, там, три с половиной часа непрерывного пения иметь у себя в копилке, ну, то есть он должен это уметь вот в течение дня, ну, не в течение дня, а подряд, три с половиной часа спеть, это не значит, что он еще три с половиной часа должен на репетиции пропеть, а раньше был кзот, сейчас это какая-то такая мистическая штука, вот, ну, вот по кзоту представители речевых профессий работали в сутки, ну, как бы в сутки, да, четыре часа, на театры это никогда не распространялось, потому что у театров утренняя репетиция, может быть, дневная репетиция, вечером спектакль, тут в зависимости от того, задействован ты или нет, вот, у эстрадников, ну, как ты распелся, пришел, отпахал концерт, пошел домой, а иногда ты отпахал три концерта в день, поэтому сколько можно петь, столько, сколько вы, ну, можете себе позвать, сколько у вас ресурсов есть, поймите, что если у вас, как бы, вот эти, ваша ресурсность, ваша психика подавлена, если вы сами на нуле, если вы совершенно обесточены, то у вас просто не будет сил заниматься, у вас не будет сил петь, ни 20 минут, ни 30 минут, потому что пение, оно, особенно обучение, да, обучение для разучивания нового материала, это вот связанные такие вещи с точки зрения психики, это очень сложно, потому что мозг, он прям вот, когда мозг работает, прям все процессы, они по-другому происходят, иногда затраты совсем другие, поэтому никогда не старайтесь, например, если вы знаете, что у вас вечером выступление, вы в этот день не учите новой песни, ну, не на она, ну, как пожалеете себя, поэтому нужно какой-то этот, как восстанавливаться после сложных концертов, после сложных концертов как восстанавливаться, ну, во-первых, не усугублять, как бы, вот это сложное состояние, то есть, то, что я говорила про алкоголь, при бессонной ночи, то есть, нужно выспаться, нужно нормально поесть, и вот это то, что вас может психическое, то, что вас заводит, да, вы не можете расслабиться никак, просто переключиться на другую деятельность. Вот, кстати, я для этого картины рисую, потому что ты, ну, то есть я постоянно сейчас, у меня там какие-то интернет-проекты, у меня там, вот там еще из театра написали, что пора выходить, тут у меня дети, и у меня, я все время существую между всеми вот этими ученики у меня, я себе прям сделал выходной день, когда я никого не приглашаю, не беру, сама никуда не хожу, ну, хожу иногда, ну, как бы просто вы должны свою жизнь распределять. Я так понимаю, что большинство из тех людей, которые меня служат, которые ко мне приходят, для них пение это как раз отдушина, это способность отдохнуть и переключиться, так вот для них я рекомендую не превращать это пение в работу, ну, то есть не хочется, не ходите, ну, то есть не ходить, педагог от этого не обеднеет, не переживайте, думайте о себе всегда, думайте о том, чего вы хотите, и вот, ну, вообще делайте то, что вы хотите, не делайте того, чего вы не хотите, то есть если вы отпахали концерт и вы хотите просто роялем полежать день, так под роялем на рояле полежите. Ну, то есть вас, от вас вы ничего не потеряете. Гораздо важнее находиться в гармонии и в тонусе. Даша довольна? Я смотрю, огонечек. Сегодня такие активные у меня слушатели оказались. Ну, собственно, наверное, все. Больше вопросов нет. Я, наверное, могла бы еще что-то говорить. Говорить просто, я уже все забыла. Я особо, знаете, не стала готовить. В принципе, провокальный миф, что можно открыть, прочитать. Там же все это пишут. У меня есть свой взгляд и свой опыт. Я очень хотела с вами поделиться. Я всем желаю удачи в нашем проекте. И в нашем проекте тоже. Вообще, участие в конкурсах это, кстати, очень классная история для развития. Когда ты попадаешь в такой стресс, это не миф, это абсолютная правда. После каждого конкурса у вокалиста происходит качественный скачок. Ну, не только у вокалиста, наверное, но я говорю про вокалиста. Говорю про себя. Если вы хотите начать, как бы, получать призовые места, вы должны участвовать в конкурсах на регулярной основе. То есть, постоянно где-то вы должны участвовать. Вы должны не ожидать, да, то есть, бороться с ожиданиями, не ждать, что это будет победа с первого раза. Но, как показывает практика, когда вы проходите 3, 5 или 8 конкурсов, потом начинается череда побед. То есть, у вас появляется навык участия в конкурсах. Вы, во-первых, сравниваете себя с окружением. Вы понимаете, кто занимает первые места. Вы интуитивно, да, на уровне, там, вот этих нейронных связей начинаете себя подкручивать. И, там, у кого-то после третьего, у кого-то после пятого, но вы начинаете занимать места. Вот. Поэтому я вам всем советую поучаствовать и в нашем конкурсе. Тем более, это, в принципе, не так сложно. Нужно просто записать свое видео, отправить к нам. Мы обещаем с нашей страной, что мы вас обязательно оценим. И обязательно напишем наше пожелание. Поверьте, что это не просто слова, что это действительно... Я действительно сидела, отслушивала всех вокалистов, про каждого из вас писала рекомендации. Кого-то, может быть, я задела, но я писала то, что я считаю, как я профессионала. Я считаю, что я достаточно уже высокой квалификации педагог, поэтому имею право это делать. Все, ребята, друзья, всем спасибо, потому что еще хочется эфир попробовать сохранить. И до новых встреч. Всем успехов, всем удачи. Пока-пока.